Да, ну хорошо, я поняла. Так, все, начинается истерия. Спокойно, тихо, тихо. Алиса, да. А кто шлялся где-то, я не поняла. Привет, я Энни Мэджик и наконец-то видео из дома. В последнее время у нас все время что-то происходит, какие-то события, мы куда-то едем, что-то делаем, какие-то путешествия. Вот после последней поездки я приболела, вы, наверное, ничего слышите, это по моему голосу. Сейчас у нас утро, достаточно раннее, я уже выпустила киску, алиску гулять. На моем канале Энни Мэджик вышли смешилкины. Да, вернулись они, ваш любимый сериал. И очень много в комментариях я видела, что все писали, ты что, уже переехала в новый дом? Это значит, что люди просто не смотрят ролики на этом канале. Кстати, вы сможете потом сходить посмотреть, ссылки будут в описании, и на канале моих питомцев тоже ролик, скорее всего. Давайте, выходите все гулять! Дверь, она вся в грязи, вся в лапах собачьих и кошачьих. И вот сейчас самая супер популярная проблема для меня, актуальная, которая стоит, это грязь. У нас началась весна, все начинает таять. Короче, собаки гуляют на улице, и у них все время грязная шерсть, грязные лапы. И когда мы жили в квартире, как бы, в городе, да? Нет! Ну вот, мы ходили на прогулку там, ну раз, два, и, соответственно, я, конечно же, мыла им лапы в лопомойке, или просто мыла после прогулки лапы, и все нормально. Но когда ты живешь в доме, вот, они все время просятся на улицу, они все время хотят гулять, носиться, и я же не могу им этого запретить. И вот это вот происходит просто каждый день, по нескольку раз в день у нас вот такие вот грязные лапища, грязная шерсть. Я нашла такое решение по поводу собак, запускать их и закрывать. У нас есть, как бы, коридорчики такие, там стелить какую-то полотенчика, они высушивают свои лапки, и потом я уже запускаю их домой. Так более или менее... Что касается кошки, с ней сложнее. Во-первых, потому что Алиса уже не маленький котеночек, ее сложнее контролировать, она сама по себе вообще своей жизнью живет, очень независимая стала. Даже если я ее закрываю в каком-то коридорчике, она все равно испачкает там все. Стены, подоконник, запрыгнет обязательно куда-нибудь. Я до сих пор не придумала, как бороться с этой проблемой у кошки, которая гуляет вот так вот на улице. Вот эта вот беготня просто по кругу может продолжаться часами, реально, ребят. Даже по моим башмакам можно понять, насколько у нас сейчас весенняя грязь. В эту часть, в хозяйственную, заходите, ребят. Давайте. И, Вась, давай. Я их запускаю. Там постелено полотенчика, они там сушат лапки, сушатся, и в итоге уже заходят домой. Кстати, ребята, кто-то писан на наш инстаграм, и тот знает, что недавно я была в Лондоне. Зачем я туда ездила? Вы скоро увидите ролик на канале, он будет очень эпичный. Так вот, я там жила в английской семье. И что я поняла после этой поездки? Что мне нужно подтягивать свой английский язык. Да, я, в принципе, говорю очень даже неплохо, но хочется общаться с иностранцами на любые темы, прям вот на равных. И поэтому я решила больше времени уделять языку. Короче, поспрашивала я всех своих знакомых, кто где учился, и многие посоветовались с Каенгой. Сходила я несколько раз на занятия. Ну, как сходила? В эту свою комнату, где у меня компьютер, потому что Скаенг – это онлайн-школа, там не нужны никакие учебники, бумажки лишние. И я поняла, ребят, что я должна поделиться этим с вами. Короче, на первом бесплатном уроке мне определили мой уровень английского. Время урока я сама выбираю, занимаюсь, когда мне удобно. Вот недавно занималась вообще вечером. Вот, все материалы для учебы у меня в личном кабинете, я сейчас покажу. Тут все очень просто, даже разбираться не пришлось. Кстати, вот отмечен мой уровень как раз. Тут все уроки, тесты, всякие видео на английском, чтобы практиковаться, игры, можно заметки делать, свой словарик вести, и тут же домашние задания. Но я их лично делаю прямо с телефона, и мне кажется, это очень удобно, особенно с моим графиком. А еще мне безумно понравилось, что преподавателя можно подбирать самому, чтобы тебе было комфортно с ним заниматься. И что большую часть урока говорит именно ученик, а не учитель. Как это обычно бывает, сидишь и слушаешь вот эти вот лекции бесконечные, и сам, получается, не практикуешься. Я так этим всем увлеклась, знаете, как бывает, когда тебе что-то очень интересное, тебе хочется поделиться этим со всеми. И в итоге я притянула к занятиям дочку своей подруги Настю. Она очень любит смотреть всяких иностранных блогеров на ютубе, плюс ей скоро поступать. Я подумала, я такая герой, помогу ей в этом. Тем более, что в Skyeng могут учиться не только взрослые, типа меня, но и дети, и подростки, а еще лучше всем вместе. Мне вообще кажется, что взрослые должны учить английский язык с ребенком. Вот мне в детстве никто не помогал, и сейчас приходится постоянно тратить время и наверстывать вот это вот все упущенное. Поэтому я решила Настю поддержать. У них в школе скучные учебники, вот эта зубрежка, и я вижу, как это все в тягость. А на наших совместных уроках мы играем, учим песни. Короче, делаем что-то реально интересное, и все запоминается намного быстрее. Я уже за несколько всего лишь занятий заметила, как мы с Настей реально стали лучше говорить. Я очень хочу, чтобы вы тоже занимались, потому что сейчас без знания английского просто никуда. Ни в универ не поступишь, ни на работу не возьмешь. Путешествовать очень сложно. Поэтому для тех, кто хочет вместе со мной развиваться, я оставлю в описании ссылку на первый бесплатный вводный урок. Если же вы решите продолжить, а я очень надеюсь, что вы решите, то по промокоду вы получите еще два бесплатных урока. А если вы, как мы с Настей, взрослый и ребенок, то Skyerm подарит вам три бесплатных урока каждому. И не важно, родственники вы или нет. Так что, ребята, я буду помогать Насте и поднимать свой уровень английского. И очень надеюсь, что вы тоже захотите развиваться и будете делать это вместе с нами, будете учить язык, потому что без него сейчас никуда. Я в вас верю, вы у меня самые лучшие, и у вас все обязательно получится. Так, сейчас пойду запущу Алиску и будем готовить завтрак. Обычно, когда она уже хочет домой, она садится здесь по дверью. Так, погоди-ка, погоди, Алис. Посмотрите на нее, на этого монстра, кота-монстра, она вся... Ай, не трогай меня, грязная лапа, не садится. Черт, так, стоп, нет. Короче, Алиса сейчас очень-очень грязная, я не знаю, где она была. Я все подготовила здесь, чтобы мыть Алиску. Посмотрите на нее, какая она грязная, у нее живот весь грязный, вся спина. Ты где была? У меня есть подозрение, что она залезла под сарай и там сидела. Сейчас здесь все будет в грязи, это капец, ребята, просто. Короче, я считаю, что мыть кошек вообще не обязательно. Мы Алиску мыли там всего пару раз за все время, сколько она у нас живет, это больше года. А если кошка вообще домашняя, так, Алис, спокойно, спокойно, то я считаю, что ее вообще мыть не надо, если она там дома живет и как бы она нигде не пачкается, только по степени загрязнения. Потому что кошка, она сама, по сути, моется прекрасно, сама себя может помыть. Я воду пытаюсь настроить, сейчас Алиса начнет истерить. Хотела снять мое утро в новом доме со всеми. Из-за того, что Алиска мыться не привыкшая, она, скорее всего, будет вырываться, потому что кошки мыться не очень-то и любят. Но я читала где-то, что им гораздо комфортнее, если их моют в раковине или в чем-то таком. Посмотрите, сколько грязи, посмотрите, какая она грязная, все в грязи сейчас будет. Еще какие-то иголки тут на ней. То есть кошка гораздо комфортнее чувствует, если мыть ее в более маленьком пространстве, то есть в раковине или в тазике. Алиса, стой! Да! А кто шлялся-то? Не я же, испачкалась! Да, водичка, попей. Только будь послушной девочкой, лапы тоже грязнючие. Алис, давай договоримся, я тебя помою спокойно. Возмущается. А кому нравится? А кому нравится? Обычно Алиска с прогулки возвращается, у нее только лапы грязные. И таких случаев у нас еще не было, чтобы она вся в чем-то, в какой-то грязи вернулась. Вредная коша! Кто смотрит канал, давно видел, как мы Алиску из канализации вытащили, помнит, какая она была мелкая. Котеночек вот такой с ладошку. А сейчас уже гигантская кошка. Ну, мне тоже не нравится, Алис. Но я же не виновата, что ты испачкалась и вся как свинка пришла, вернулась домой. Кто теперь должен за это отвечать? Да, конечно, я тебя буду мыть, а ты будешь на меня злиться, да? Итак, первый сложнейший этап мытья кошки пройден. Алиса намочена. Основная грязь смыта. Выглядит, конечно, как издевательство просто какое-то, когда кошка не хочет, а ее мучают. Но такова жизнь. Никто же не виноват, что ты где-то ходила, бродила и вся испачкалась. Теперь терпи. Давай я тебе массаж сделаю. Может, ты перестанешь злиться. Хорошо хоть, что она не царапается. То есть я видела видео некоторых, как кошек моют просто. Они там раздирают в кровь руки хозяина. Алиса просто возмущается. Но, по крайней мере, пока травм никаких не произошло. Ну вот скажи, ты вот такая пойдешь куда-то. Намыленная, мокрая. Если я тебе не домой, ты понимаешь, что будет? Да, тебе не нравится, я знаю. Раньше, когда мы помыли ее разочек котенком, она меньше нервничала, меньше психовала. Сейчас она уже стала настоящей взрослой кошкой, независимой, очень самолюбивой, считающей себя самой главной в этом мире. Поэтому, когда кто-то вот так вот нагло нарушает ее границы, даже я, это все не очень позитивно воспринимается. Но, на самом деле, вот я ее не держу сейчас, просто тру. Она терпит, терпит. Да. Да, ты мне говоришь, что тебе не нравится. Алис, я понимаю. Но надо потерпеть. Мамка же тебе добра желает. Да. Ну что? Ну хорошо, я поняла. Побыстрее. На удивление, кстати, не очень много шерсти на Алиске. Все, сейчас будем ее смывать. Так, все, начинается истерия. Спокойно. Тихо. Спокойно. Тихо. Так, тихо, тихо. Тихо. Алиса. Все. Спокойно. Смотрите, какая она тоненькая. Прям вообще малышка. Прям совсем-совсем тоненькая. Я не знаю, видно ли это или нет, просто Алиска обычно кажется из-за шерсти намного больше. Шейка вообще, вообще, тонюсенькая, тонюсенькая, как у птички. Сейчас нужно прям очень хорошо смыть, чтобы ни в коем случае шампунь не остался на шерсти, на коже, чтобы не вызвал никаких проблем. И водичка, как вы помните, должна быть такая, чтобы не обжигала локоть, потому что у животных температура выше, чем у нас. Слегка тепленькая. Я на таком стрессе даже не сказала, что мыть нужно, конечно же, шампунем для животных, кошачьим, не каким-то там любым, особенно ни в коем случае нечеловеческим. Да. Все, Алис, уже прям заканчиваем, уже прям скрипеть начинаешь. Ей очень не нравится, когда живот ее моешь. Дай еще вот здесь чуть-чуть протру, тут какая-то была грязь тоже у тебя. В ушки не надо попадать. Глаза вот, раньше шампуни были такие, что щипали глаза, но сейчас шампуни уже другие, и глаза не щипят. Но все равно лучше не попадать. Когда я собак недавно мыла, там столько было шерсти, вся раковина, вся ванна, все было в шерсти. Ну ты моя зяйка, все, все. Да, ну ты вытерпела это? Да, страдалица моя. Она совсем по-другому выглядит, когда она мокрая. Она такая, как какой-то кот. Посмотрите, какие у нее лапы огромные, прям огромные лапы. Мы сейчас будем вытираться, но вообще, ребят, если честно, мне кажется, что Алиска прям хорошо все выдержала эту процедуру. По сравнению со многими кошками я видела, как они царапаются, как они нервничают очень сильно. Что? Такая ворчунья ты, Алис. А кто шлялся где-то? Я не поняла. Высушить тоже, конечно же, нужно очень хорошо всю шерсть, чтобы она не простудилась, чтобы она не замерзла. Ты хочешь мокрой ходить? Вау. А еще я не знаю, как у других кошек, может быть у вас так же, напишите, если у вас так же. Она очень не любит, когда трогают хвост, живот и задние лапы особенно. Короче, собралась. Я же Мэджик. Снять мое утро. Но, как всегда, у нас что-то пошло не так. И в итоге я мыла кошку полутро. Вы переходите по ссылкам на новые видео на других каналах. Злюка, ты злюк? Пока.